Детей от них сколько погибло, сколько изнасиловано, сколько убито, сколько уничтожено, сколько бежало в десятки миллионов. То есть страна разгромлена, полностью разгромлена. И вот приближается какая-то такая важная точка пиковая. Почему? Орезняков сегодня заявил, что украинская армия готова наступлению, ну или контрнаступлению как-то. Но надо ждать Божьего там милости, благословения, надо ждать погоды хорошей. А погоды нет и не будет в ближайшее время, это уже понятно. Все там на юго-востоке заливает, Крым залило, кстати, тоже, так сказать, кубло этих сепаратистов поганых. Но, к сожалению, и фронт весь залит. Залит, залит, сейчас будут холода, еще может снег будут, ветры и так далее. Куда ж там наступать? Западная техника, она не в состоянии выдерживать такие условия. К сожалению, вагнеровцы это выдерживают. Десантники российские выдерживают. Прут они в этом бахмуте, в Марьинке и так далее, и так далее, и так далее. И ничего не получается у украинского руководства армии. Не только вот это могут они рассказывать, как это все отбивают, отбивают. Но нигде наступить московитам наружу они не могут. Вот это единственное, что мы можем сказать. То есть протяженность фронта 1300 километров. Московиты везде наступают. Им не пофиг этот дождь, им пофиг грязь, прочее. Украинцы везде обороняются, а наступление нигде не могут сделать. Нигде. Понятно почему. Потому что снаряды заблокированы, 155-е. Франция заблокировала. Кстати, пошла сейчас на сговор с Росатомом. Там они совместные будут там поставлять эти чуть ли не реакторы, топливо и прочее, прочее. Турция на сговор пошла с Россией полный, Венгрия. Ну и теперь, так сказать, образовалось еще одно направление, очень поганое. В сентябре этого года, 23-го, будут выборы в Словакии. Вот посмотрите на этого. Мурзилка такой, красавчик, да? Это называется тот человек, который хочет быть премьер-министром Словакии. Он уже был, был и был. Это социалист, очень такой проявленный, пропутинский. Вот был таким он когда-то экс-премьер Словакии, Фицца. Фицца ездил к этому же Путину, дарил ему свою книжку, типа там про юридические какие-то вещи. Что же он заявил? Рейтинг его поднялся. Сейчас он, типа, лидером даже стал, 20%. Вот, и он говорит, я не хочу поставлять Украине смертоносное оружие, ну, летальное, только ради хорошего имиджа среди западных стран. У нас есть право иметь собственное мнение, заявил Фицца. Фицца сказал, что если он приходит к власти, его партия не поддержит вступление Украины в НАТО. То есть, Венгрия не поддержит, Турция не поддержит, Фицца не поддержит Словакию. Кто же будет поддерживать, да? Так как членство Киева в Альянсе будет, по его словам, означать начало Третьей мировой. Он уже определил, что это Третья мировая. Она уже идет, Фицца. Тебе надо Папу Римского слушать. Она уже возле границ Словакии, эта война уже. Ранее вице-спикер парламента Венгрии Дора Дура Дуро заявила, что для вступления Украины в НАТО нужно одобрение России. Слышите, это вообще офигеть. По ее словам, членство Киева в Альянсе, ну, НАТО без североатлантических, без риска, в начало полномасштабного вооруженного конфликта невозможно без одобрения этого шага Москвой, причем в виде определенного приглашения. В Болгарии кризис, они не могут, там выборы были, ничего не могут сделать, парламент не могут, Кабмин сформировать. В окно, говорит, президент сокращается. И многие пишут, что правительство может оказаться в Болгарии пророссийском. То есть, куда ни кинь, дорогие мои, везде, в общем-то, какой-то такой нехороший клин получается для Украины. И то, что Фитца сказал, это, конечно, серьезно. То есть, к сожалению, министр иностранных дел Кулеба ничего сделать не может. Не создали до сих пор стратегический совет Соловакии на уровне президентов, Кабминов, министерств. Ну, что, сложно было передать Словакии в аренду, ну, лет, например, на 15, Ужгородский аэропорт. И уже потуда самолеты летали, потому что это была бы фактически защищенная натовская территория. Там бы поставили всякие бы ПВО, Патриоты и прочее. И уже бы хоть можно было же вылететь с Украины. Тут же опять заявили, там, как это, как это, РУХ или как там, что вообще никаких возможностей нет. И что, полякам нельзя было Львовский аэропорт отдать тоже на лет 15 в аренду, чтобы оттуда самолеты летали. То есть, безмозглые, безмозглые. Только про себя думают, только про себя думают. Как бабло порешать, кого арестовать, на кого напасть, кого посадить в тюрьму, кого там придумать. То есть, эти судьи полностью уже стали Ермаку, Медведчуку принадлежать вместе с адвокатами. То есть, идет полное загнивание всей верхушки власти. Наконец-то, я уже говорил, пришло в голову Зеленскому. Ну, Соскин полгода назад или больше говорил, что этих военкомов надо гнать на фронт. Он в Одессе какой красавчик образовался. В Черкассах такой же, видимо, сидит и так далее. В других там, в Днепре и прочее. Наконец, дал задание Залужному. Задание Зеленский дал, слышите? Что будут менять на ветеранов, которые были на фронте и так далее. Ну, посмотрим, как это все будет происходить. А так, в принципе, да, надо их гнать туда вместе с теми, кого они посылают, там вот это ходить. Пусть ходят те, которые на фронте служили, раненые пришли и так далее. Не пусть, надо изменить вообще всю модель. Надо только тех, которые сами хотят идти на фронт, брать. А не силой людей сходить в каталажки и потом за это бабки брать и передавать наверх. Как это было при Кучме, Януковиче и прочих всех этих, так называемых, президентов. Когда построили страну бандократии и стационарного бандита. Сейчас все восстанавливается, все то же самое, только более хитро. Под патриотическими лозунгами. Так вот, смотрите, что получается. То есть, надо к осени ожидать, что будет структурирована колоссальная европейская позиция в европейских странах. Она уже и так есть, большая, но они могут прийти к власти. Притом, словаки, словацкие граждане, смотрите, они тоже прошлое избирают. Фицца, это же прошлое. Это далекое прошлое. А он уже 20% поддержку имеет, представляете? То есть, ставка населением думает, что прошлое может привести к будущему. Но к гибели вас приведет, это 100%. То есть, Фицца вернуть прошлое в настоящее и в будущее, это надо быть безумными. Это надо над собой делать, это себе харакири надо делать. Но вот словаки уже готовы к этому. Чехи тоже уже готовы, многие. Поляки будут к этому готовы, Венгрии уже это сделали. То есть, по сути, мы с вами видим возвращение, но это так называемые времена перед фашизмом Германии. Это все было. Когда тоже сделали в Австрии, коммунисты уже идут на региональный уровень к власти. То есть, выигрывают выборы, входят в парламенты и так далее. Поэтому ситуация поганая, прямо скажем. Мэрами становятся, представляете, там, сирийца одного избрали в мэром в Австрии. То есть, это означает, что местное население находится в состоянии психического безумия. Так вот, смотрите, что в этой связи надо сейчас говорить. В связи с тем, что будет плохая международная обстановка. Там, в Америке же тяжелейшая ситуация. Там сфотографировали Байден, у него там шпаргалки стоят. Кто ему будет задавать вопрос? Какой вопрос будет задан? И там, типа, как отвечать за готовки? И кто и чего там показали? Что у него на этом его айфоне или там чего там, это все есть. То есть, это полный маразм. Человек уже полностью впал в маразм. Он не в состоянии вот это что-то уже делать. Его надо немедленно отправлять уже в отставку по состоянию здоровья. Если они не хотят, что он Америку угробил. Тем более, сейчас будет на грани там очень плохая ситуация. Еще один банк, первый республиканский банк. Они хотят его спасти, но неизвестно. То есть, скорее всего, пойдет за теми, которые уже упали в этот водоворот банковского краха. То есть, можем говорить, что в целом ситуация во всем мире все хуже, хуже и хуже. Но зато у Пышного хорошая ситуация. Он прямо говорит, что все так классно получается. И поднял прогноз, что будет рост ВВП 2%. И инфляция уменьшится. А че ж гривня падает, слышишь, по отношению к евро и прочее пышное. Если так все хорошо, а че вы эти самые валюту забрасываете, чтобы поддержать наличный доллар и так далее. То есть, вот это вот, это. Я никогда не думал, что эта молодая поросель оказывается настолько внутри заражена коммунизмом, социализмом и кегибизмом. Вот это ж такое удивление, просто удивительно. Ну, потому что им надо прививки было делать. Надо было делать жесточайшие прививки от коммунизма, от КГБ. Надо было делать иллюстрацию КГБ, агентуры КГБ. Надо было посмотреть, у Пышного отец был завербован КГБ или нет. У Яценюка был агентом КГБ отец? Нет. У Гордона надо, Гордон был завербован КГБ или нет. Этот самый, как он называется, портников КГБист или не КГБист, их надо проверять. А если они КГБисты, тогда же представляете, на кого они служат? Кому они должны, так сказать, рапортовать и чьи заказы выполняют? Понимаете, какая Петрушка? Друзья говорят, Демченко, Демченко. А тут надо, тут есть с кем разбираться. Там Демченко это просто какой-то так, как говорится, этот, ландыш. Майский ландыш по сравнению с этими глубоководными барракудами КГБистскими, которые в Украине плавают. Кучму надо проверять. Вот кого надо на КГБ проверять. Вон откуда все должно расти. Азаров же есть и так далее. Табачник депутата идет этих сборов в Запорожской области. А табачник не дурак. 10 сентября у них выборы будут. То есть путинская банда четко ориентирована, что они проведут выборы в сентябре месяце. Будет же еще избирательная кампания на оккупированных территориях, которые они аннексировали и включили в состав Российской Федерации. Ну так это задачка для тупых, для первого класса. Раз они так считают, значит они считают, что ничего с наступлением Украины и у Зеленского и Залужного и прочих Шаптал и Резняковых не выйдет. Вот что они считают. Это же очень легко складывается. А раз они так считают, значит они знают, когда будет наступление. И они знают, что Украина не готова к наступлению. Они рассчитывают вообще, что им удастся пробить, остановить наступление и начать контрнаступление новое. И прорваться, и захватить всю Запорожскую область. Вернуть Херсонский кусок, вот тот Херсон и прочее. Кусок Николаевской области забрать там, где были они ее и включили. Ну и Харьковскую же видно заберут. Или как? Харьков будет захвачен, Запорожье будет захвачен. У них же план такой, правильно? А иначе как же они делают выборы? Ну и что? Ну естественно славян заберут, купян заберут. Но чтобы это было, тут же еще одна вещь важная есть. И французские там центры аналитические, американские, английские институты. Они говорят, что создано три слоя обороны на тысячи километров. То есть от Херсона, вот там от Устья Днепра и аж туда до этого самого Купянска и чуть дальше. То есть, что россияне создали, московиты, орки поганые создали такую оборону, которую пробить нельзя. И проводили сценарии разные стратегические, эти разные институты. Они говорят, ну даже если два пояса пробьют, то в третьем украинская армия заглохнет. Там она не сможет вырваться. И будет уничтожено наступление, это контрнаступление. И тогда московиты пойдут вперед. И скорее всего будет нанесен страшный удар по Киеву. Я считаю, что по плотинам будет нанесен. А последние сейчас удары ночные по Днепру, по Черкасской области, Умани. Перед этим по Николаеву, по центру вжарили. По Киеву, под другим этим самым регионом. Показали, что Украина ничего не может сделать. Ничего. Ну сбили ракеты. Эти ракеты сбили. А которыми будут бить другими, смогут их поразить? У меня большое сомнение. То есть если будет удар, когда Украина пойдет в наступление, будет нанесен удар по Киеву, может по Львову будет нанесен. По центрам принятия решений. То есть уничтожить наступление. Или перед наступлением нанести удар. И тогда контрнаступление превратится в бегство, в развал фронта. Американцы уже про это говорят. И они считают, что тогда на плечах повержена украинская армия. Они ворвутся в эти украинские города. И все тогда. Фактически Украины уже не будет. Зеленский бежит. Ермак убежит. У них уже, я думаю, базы есть. И они спрячутся. Резняков, Шмигаль. Ну, народ, готовьтесь. Готовьтесь. Вот как эти в Умане сегодня ночью. Сколько людей ушло из жизни. Сколько в больницах лежит. Перед этим в Николаеве, в Днепре, как это произошло с частными домами. Это что ж рассказывают. А еще ж кучу всего не рассказали, что произошло. То есть мы можем говорить, что западные страны Украину предали. То есть 300 танков нет. 400 БТРов, БМП по 400 штук нет. 155-х снарядов практически нет. Беспилотников в нужном количестве нет. Авиации нет. Ракет на 150-300 километров нет. Резняков. Чем наступать? Расскажи. Ребят опять гробить будете, да? Ну, и так вы ж не сбежите. Вас все равно найдут. Как Троцкого нашли, так и вас найдут. И малюк вам с собакой не поможет. И этот самый, который интервью, Бурда, или как там его, этот, который там типа разведчик вместе с женой, там они на кофейной гуще гадают. И он рассказывает. Говорят, что в Крыму уже в мае, это весной будут. Уже весна заканчивается. Буданов, да? Не поймешь их столько всяких на Б. То есть ситуация поганенькая. Илья Цинюк спасет. Его это Нуланд вместе с этим поставят. Блинкиным. И благословит его Байден с женой. Яценюка, премьер-министром. А главой Нацбанка Натал Куярецко с Пуэрто-Рико Паризову. И Яценюк все сразу поправит. Да? Вместе с женой своей. Да? И шапками в Кучме. То есть, ребята, вы как-то начинаете мозгами думать, что вас ждет. Вот как в Умани был. В хорошей доме, как в этом, в Николаеве. Нормальный домик, центр, адмиралтейство. Не при этом люди себе спали. Чего вы сидите? То есть, что показывают эти все обстрелы и поражения? То есть, Путин избрал самую страшную геноцидную политику. Терроризм. Это государственный терроризм. Они уже не бьют ни по энергобъектам, ничего. Они уже поняли. Они просто бьют теперь по домам, чтобы как можно больше гибло гражданского населения. Это так называемые акции устрашения. А Путину терять нечего. Его ПСЭ признала, что Россия и он, и Лукашенко, они творят геноцид. И они виновны в геноциде. И они виновны в геноциде.